Всем привет! Это видео о том, как восстановить историю чатов и контакты, а также присланные и отправленные файлы и изображения мессенджера WhatsApp на Android. С необходимостью восстановления данных в WhatsApp пользователи сталкиваются в случае замены смартфона на другой, после случайного удаления какого-то из чатов или всех их, в результате очистки или сброса памяти смартфона, сбоя в работе приложения и так далее. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начнём с самого простого. Чтобы восстановить переписку, которая была осуществлена не более чем 7 дней назад, достаточно просто переустановить приложение на вашем мобильном устройстве. Дело в том, что WhatsApp автоматически создаёт резервную копию ваших данных каждый день и сохранять её в памяти смартфона. Создаётся такая резервная копия по умолчанию в 2 часа ночи каждый день. После переустановки приложение предложит восстановить историю сообщений из созданной ранее резервной копии. Достаточно просто нажать кнопку «Восстановить» и программа в процессе установки автоматически восстановит данные за последние 7 дней. Аналогичным образом мессенджер будет себе вести при обнаружении созданной вручную резервной копии всех чатов и медиафайлов вашего аккаунта. Как её можно создать? Чтобы создать резервную копию чатов и медиафайлов WhatsApp, запустите мессенджер. И перейдите в «Настройки» «Чаты» «Резервная копия чатов». Здесь вы увидите зелёную кнопку «Резервное копирование». Нажав её, вы создадите резервную копию всех чатов и медиафашего WhatsApp на данном устройстве. Причём создана она будет в двух экземплярах. Один в памяти устройства, а другой в вашем Google диске. Но это только в том случае, если устройство синхронизировано с вашим Google аккаунтом. Причём периодичность создания резервной копии на Google диске можно установить. Для этого нажмите пункт «Резервное копирование на Google диск» и выберите желаемую периодичность. Перейдя на Google диск, неважно с ПК или смартфона, в меню «Резервные копии» вы увидите ваш бэкап. Теперь при переустановке WhatsApp на данном устройстве он обнаружит последнюю резервную копию и предложит восстановить историю из неё. При смене устройства синхронизируйте его с вашим Google аккаунтом и установите на него приложение Google Drive. И WhatsApp при установке предложит восстановить историю именно из резервной копии, которая размещена в Google Drive. Таким образом можно без проблем перенести историю WhatsApp с одного устройства на другое при его замене. Что делать в случае, если резервной копии нет? Восстановить чаты, которые старше 7 дней, без созданной вручную резервной копии, сложнее. Чтобы сделать это, перейдите в папку в памяти вашего устройства, в которой WhatsApp сохраняет резервные копии чатов пользователя. По умолчанию это WhatsApp Databases. Если перейти в эту папку, вы увидите в ней один файл файл с названием msgstore.db.crypt12 и еще несколько файлов с названием как msgstore.2008.01.10.1.db.crypt12. msgstore.db.crypt12 – это файл с последней резервной копией чата в WhatsApp. Именно из данного файла происходит автоматическое восстановление чатов и контактов после переустановки WhatsApp. msgstore.0.1.10.1.db.crypt12 – это резервная копия чатов приложения на конкретную дату, которая указана в названии файла. В нашем случае это резервная копия чатов на определенную дату января 2018 года. Поэтому если необходимо восстановить чаты по состоянию на определенную дату, найдите файл, в названии которого указана эта дата. . После этого удалите WhatsApp с вашего устройства и установите его заново. В процессе установки программа предложит восстановить обнаруженную резервную копию чатов и контактов, как описано в предыдущем разделе. Восстановите её и восстановится история из переименованного ранее файла. Только имейте в виду, что в результате проделанной процедуры с вашего устройства будет удалена текущая история чатов. То есть те чаты, которые были созданы после создания восстанавливаемой резервной копии. И ещё, если вы создаете резервную копию чатов вручную, то она также сохраняется в файле с названием msgstore.dbcrypt12. Поэтому чтобы не потерять файл с резервной копией чатов, которую вы создали вручную, переименуйте его и сохраните в удобное место. А в случае необходимости восстановления чатов именно из него, переименуйте данный файл обратно в msgstore.dbcrypt12. Я уже говорил, что при смене смартфона перенести историю чата в WhatsApp можно с помощью резервной копии на Google Drive. Также это можно сделать способом переноса файлов в папке WhatsApp – Databases. Вдруг у вас по какой-то причине старое устройство не синхронизировано с Google аккаунтом и резервной копией не может быть создана на Google Drive. Если вы поменяли смартфон на новый и вам необходимо восстановить на нём историю переписки вашего старого устройства, для этого перенесите файлы из папки WhatsApp Databases старого телефона в новый. Во время установки WhatsApp приложение обнаружит резервную копию чатов и предложит её восстановить. Восстановление удалённых из WhatsApp изображений, видео или аудио файлов. Все отправленные или принятые с помощью WhatsApp файлы – это изображения, аудио, видео или документы и т.д. – сохраняются приложением в папку WhatsApp Media. Если у вас есть внутренняя память, папка WhatsApp находится во внутренней памяти. Если на вашем устройстве внутренней памяти нет, папка будет находиться на карте памяти. В случае удаления таких файлов из чата, они продолжают храниться в указанной папке. Достаточно перейти в WhatsApp Media и открыть папку, соответствующую типу искомого файла. Если необходимо восстановить удалённые изображения, видео или аудио файлы из чата WhatsApp из Android смартфона или планшета, то сделать это можно одним из способов, которые я описал к предыдущим видео о восстановлении фото и видео с Android устройства. Ссылку на него я оставлю в описании. На этом всё. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.